На Пымвашоре установили аншлаги и взяли пробы воды. Уникальный памятник природы Неницкого округа взяли под особый контроль. Ведь по оценкам специалистов, горячий источник в бассейне реки Адзьва на юго-востоке региона с одной стороны обладает большим туристским потенциалом, а с другой стороны страдает от диких туристов. Текущее состояние природной территории оценила делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным. В администрацию округа поступили обращения от общественных природоохранных организаций о том, что памятник природы, образованный в 2000 году, находится в плачевном состоянии. На территории отсутствует информация о её статусе. Она замусорена, разъезжена вездеходами и квадроциклами. Кроме этого, дикие туристы используют растущие поблизости деревья в качестве дров, а сложенные силами геологов бассейн для купания в термальном источнике частично разрушены, требуют ремонта. Понимаете, бесконтрольный туризм – это очень неорганизованный бесконтрольный, это очень плохо. Поэтому мы должны не запрещать сюда заезжать, а контролировать то, как будет здесь происходить посещение людьми этих памятников, вот Пым-Вашор. И для этого у нас существуют все необходимые возможности и средства. Термоминеральные источники Пым-Вашор представляют собой объекты геологического наследия, поскольку это единственные за полярным кругом горячие источники. Наряду с Пустозерском, Амдромой и Наринмаром объект вошел в межрегиональный туристский проект «Серебряное жерелье России». Перспективы очень большие, заинтересованность в этой территории у округа очень большая. Однако мы понимаем, что это памятник природы. Соответственно, мы должны понимать, что туристическая нагрузка должна быть серьезно регламентирована, для того, чтобы не наносить вред хрупкой арктической природе. Поэтому мы думаем, что для начала необходимо совместно с компетентными органами разработать правила. Четкие, конкретные правила посещения территории организованными группами туристов. Специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса и Центра природопользования взяли пробы воды в источнике, установили аншлаг. Но это лишь первоочередные меры перед началом большой работы. Кроме того, специалисты считают, что необходимо полностью исключить дикий туризм, переносящий значительный вред уникальной территории, и продумать какие-то возможности для размещения туристов здесь, на его территории. По итогам поездки губернатор поручил Центру природопользования и охраны окружающей среды разработать меры по регулярной охране памятника природы и контролю потока туристов.